Телеканал КРТ представляет По которой на сегодня получено всего две Нобелевские премии Против десятков Нобелевок, описывающих несуществующие рыночные равновесия Итак, начнем сначала Самая значительная нефтяная сделка в истории не остановила падение цен на нефть А потому мы можем точно назвать главного проигравшего в нефтяной войне Якобы затеянной рядом и Москвой Это нефтяная отрасль Соединенных Штатов и в первую очередь сланцевая нефть Что касается Саудовской Аравии и Российской Федерации То они пока что не победители Ибо достигнутая цель подавления американской сланцевой отрасли Была достигнута слишком дорогой ценой разбалансировки нефтяного рынка Не исключено, что по итогу победителей вообще не будет Участники разделятся на проигравших и пострадавших Немного упрощенно, но вполне понятно Ситуацию описывает катарское информационное агентство Аль-Джазира В материале, почему цены на нефть рухнули, несмотря на соглашение ОПЕК+. Катарский эксперт по нефтяным вопросам Ахмад Ан-Ноэми Рассказал Аль-Джазире, что американские нефтехранилища скоро будут переполнены Так как всего за одну неделю туда поступило 19 миллионов баррелей Это привело к снижению цены американской нефти до уровня ниже 15 долларов за баррель После чего падение продолжилось По словам Ан-Ноэми, объем запасов нефти в танкерах в настоящее время составляет 160 миллионов баррелей Это очень большой объем, который увеличивает переизбыток на рынках Как объясняет Ан-Ноэми, цены на нефть находятся под большим влиянием Как со стороны спроса, так и предложения одновременно Чего раньше не наблюдалось На нефтяные цены, с одной стороны, по словам эксперта, будет влиять значительное снижение спроса Особенно со стороны Китая, крупнейшего потребителя сырой нефти в мире Из-за последствий пандемии коронавируса для экономической активности на глобальном уровне С другой стороны, на них повлияет наличие крупных запасов Будь то на суше или в танкерах на море А также слабый спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов Катарский эксперт описал нам, так сказать, общий мрачный фон А теперь еще более тревожные вводные Согласно информации The Wall Street Journal Короткие позиции на бирже на прошлой неделе достигли рекордного объема в 68,1 миллиардов долларов Это самый высокий показатель с января 2016 года Когда было зафиксировано коротких позиций на 59,7 миллиардов долларов Поясню по-простому Короткие позиции – это метод, при котором спекулянт берет у брокера в долг ценные бумаги И сразу же продает их по текущей цене Ставка делается на то, что через некоторое время стоимость этих бумаг снизится Тогда спекулянт выкупит недавно проданные бумаги Вернет их брокеру, а разницу в цене составит спекулятивную прибыль Кроме того, согласно мартовскому опросу Только 11 из 25 руководителей крупнейших американских корпораций Опрошенных Американской торговой палатой в Китае И американской торговой палатой в Шанхае Сочли невозможным разъединение экономик США и КНР А еще в октябре прошлого года невозможным такое разъединение считали 16 из 25 руководителей американских гигантов Но к этой всей статической картине очень быстро добавились динамические элементы 17 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия запланировала на апрель поставку в США примерно 600 тысяч баррелей нефти в день Это максимальный объем за год Казалось бы, может ли быть новость хуже? Однако в тот же день The Wall Street Journal обнародовала информацию о 20 танкерах, везущих в Штаты в общей сложности 40 миллионов баррелей саудовской нефти И планирующих добраться до нефтяных терминалов в конце мая Тут мы переведем дух и напомним, что обязательства, взятые на себя всеми участниками нефтяной сделки, вступают в силу только с 1 мая Так что саудиты ничего не нарушают В комментарии The Wall Street Journal президент нефтяной компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс заявил Происходящее Эдвардс сравнил с нападением на Перл-Харбор во время Второй мировой войны Однако в данном случае саудовский танкерный флот пер на этот Харбор не очень быстро И в дело включились американские политики под лозунгом «Сделайте что-нибудь», обращенному к Дональду Трампу Типичной можно считать запись в Твиттер сенатора-республиканца Кевина Кремера Цитата «Не дайте им разгрузиться на американской земле Королевство не может затопить рынок и ожидать, что мы будем исправлять ситуацию» Конец цитаты Собственно говоря, именно тот факт, что Эр-Риат по-прежнему рассматривается Вашингтоном в качестве главного источника проблем для американской нефтянки И ставит под сомнение возможность Саудовского королевства оказаться в числе победителей нефтяной войны Напомню, что саудиты, кроме сокращения добычи на 2,5 миллиона баррелей в день От уровня октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК+, были вынуждены под давлением США сократить добычу в рамках пула Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты еще на 2 миллиона баррелей Понятно, что львиная доля сокращения здесь ляжет на Эр-Риат Кроме того, саудиты дополнительно повысили от 2,5 до 4,5 долларов за баррель цену на нефть для Северной Америки Тем самым добровольно снижая конкурентоспособность собственной Но, как мы видим, все равно единственным инструментом, который остается в руках Вашингтона для защиты своей нефтянки, является эмбарго Кстати, кто там что нам про свободный рынок рассказывает? И вот при таком стечении взаимосвязанных и неслучайных обстоятельств произошел коллапс рынка майских нефтяных фьючерсов с падением цены почти до минус 40 долларов за баррель Да, действительно, на пике паники при объеме одного контракта в 1 тысячу баррелей его покупатель сразу получает 37 тысяч долларов И еще должен будет в мае забрать 1 тысячу баррелей нефти из хранилища в Кушинге, штатах Клахома Чтобы не вдаваться в подробности, можно упрощенно сказать, что спекулянты, ранее купившие майские фьючерс на нефть в VTI, бросились продавать его по любой цене, вплоть до доплаты Лишь бы не принимать на себя обязательства физически забрать нефть в Кушинге Причина этого поведения – отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения Плюс панические новости о море нефти, плывущей из Саудовской Аравии Возможно, в менее нервной обстановке цены не упали бы до таких адских глубин Дело в том, что на момент этой катастрофической биржевой сессии хранилище в Кушинге было заполнено на 55 миллионов баррелей при максимальном объеме в 76 миллионов Другие хранилища тоже были залиты еще не под завязку В завершении сообщу вам о том, что в среду, 22 апреля, Государственный департамент США продлил разрешение на работу с находящейся под санкциями венесуэльской государственной компании PDVSA до 1 декабря этого года Американским компаниям Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford В чем логика, брат? Все очень просто Венесуэла поставляет в США тяжелую нефть, которая сегодня в дефиците на фоне избытка легкой нефти И эти поставки позволят загрузить нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на юге Соединенных Штатов